Грани времени. Программа Владимира Карамурзы. Радио Свобода. И журналист Роман Цымбалюк. Они все в нашей студии. Давайте с Игорем Борисовичем начнем. Вы тогда в 1991 году, я понимаю, что это было... В 1991 году было два Майдана и... И один день независимый. Но 24 года, если отнять, будет 1991 год. Вы предвидели примерно подобный сценарий развития самостоятельной независимой Украины? Нет, я должен предоставить, совершенно мне это в голову не приходило. Вообще, я тогда был одержимый российскими процессами. Тогда мы были вместе с Вячиком, и нам казалось, что Россия свободна, все замечательно. А уж рядом тоже произойдет то же самое. Получилось все иначе, получилось все сложнее. Но если говорить о том, что происходит на Украине, я думаю, что там даже за последний год с небольшим, очень большое количество достижений, большое количество успехов. Они многого добились, хотя сами не очень критичны. Они недовольны, они там критикуют Порошенко, все им не нравится. Но сделано это много. Созвана армия, они смогли выстоять зиму, они создали новую полицию, они начинают реформы. Несомненно, украину... Запретили Компартию. Запретили Компартию, устроили ленинопад, то есть Украина возвращается к Украине, она избавляется от этой гадости коммунистической. Несомненно, что через несколько месяцев она станет ассоциированным членом Евросоюза. К этому все подходит, все готовится и так далее, и так далее. Много очень серьезного сделано. Вячеслав Владимирович, я так вижу по вашему настрою, что вы не разделяете вас. Не, не разделяете. Ну, многие из тех достижений, которые говорит Игорь, для меня достижениями не являются. А в 91-м году я ездил на родину, на Украину, в преддверии референдума, пытаясь агитировать против независимости. А помните, что у нас гость уроженец Одессы, да? Да, я одессит. Вот, поскольку, ну, я вообще полагаю, что интегрированный мир лучше, чем дезинтегрированный. Я, например, являюсь большим сторонником Евросоюза. Я считаю, что это один из самых великих процессов в нашей истории. Точно так же мне хотелось сохранить большое пространство Советского Союза. Как вы помните, я был антисоветчиком, советский режим мне сильно не нравился. Но трансформация режима не означает разрыв связи, распад государственности. А то, что на Украине развитие примет подобный оборот, я мог предполагать. Вячеслав, какие красавцы, какая сейчас прошла армия. Да, да, ну, у меня они не вызывают, вообще военные у меня не вызывают никакой любви, никакого восхищения. Ну, потому что вырос в СССР и в постсоветской России. Я не только не служил, я сделал все возможное, чтобы не служить. И вот это вот все вызывает у меня скорее отторжение, чем восторг. То есть, в данном случае, наша реакция противоположная. А независимость для меня, как для советского человека, не является никакой ценностью вообще. Я только что сказал. Это просто советский? Да, конечно, конечно. Вот, как я повторяю, современная европейская интеграция, то есть постепенный отказ от независимости, для меня является прекрасным процессом. И он мне очень нравится. Вы считали Советский Союз тюрьмой народов, когда лежали психологически? Да, такое было. Такое было. В Советском Союзе ситуация была очень тяжелая. И вот, например, тот распад, который произошел, в частности, Украина и все остальное, они прошли как раз по тем лекалам, которые были очевидным, ну, некоторым, по крайней мере, диссидентом. И Андрей Малерик даже в свое время написал книгу про существователь Советский Союз на 1984-го года. И распад Советского Союза как раз прошел по национальным трещинам. Да, да, да. Это было, безусловно, так, и с этим, безусловно, нужно было бороться. Я, например, поддерживал прекрасные отношения с националистами самыми разными. У меня были друзья среди украинских националистов. Из Руха, да? Ну, Руха, это существенно позже. Рух как раз я не очень приветствовал. Вот как раз в Рухе мне уже, процессы, которые появились в Рухе, у меня вызывали уже негативную реакцию. Хотя там было много моих друзей, это правда. То есть мои друзья пошли по этому пути. А я предполагал развить... Давайте, ты говоришь, что ты за интеграцию, за сотрудничество. Вот на чем интегрируется Евросоюз? Это понятно. Это правовое государство, торжество закона, демократия. И украина стремится в эту организацию. Нет, она совсем не стремится. А на чем интегрируется Советский Союз? Кроме ГУЛАГа, СУЗОРа, КГБ, закрытая грань. Игорь, ты задаешь мне вопрос, как будто бы я являюсь апологетом в советской системе. Как ты знаешь, вся моя биография сводится к тому, что я противостоял всю жизнь этой системе. Я даже в советской, в постсоветский период все время нахожусь в оппозиции. Потому что мне не нравятся те процессы, которые происходят. Интеграция должна быть на чем-то или просто интеграция? Конечно. Так вот, давайте работать. На чем Евросоюз интегрируется, понятно. Когда я был депутатом Государственной Думы и стал инициатором Комитета по делам СНГ, я говорил о том, что мы должны интегрироваться по европейским стандартам. Это и была наша задача. Мы должны были идти вместе, интегрируясь по европейским стандартам. А что-то ваше вина, что Украина идет в Евросоюз. В начале 2000 года мы, например, провели очень большую конференцию, когда еще наши парламенты не очень общались. А я, наконец, свел парламентария в разного уровня, довольно высокого, до вице-спикеров. А я провел встречу с Владимиром. И мы говорили о том, что Украина с Россией вместе должны прийти в Европу. Поскольку, поскольку... Хорошая оговорка. Да, оговорка интересная. Вот. А поскольку, поскольку ни Россию, ни Украину там не ждали, я говорил, что нам нужно интегрироваться между собой по европейским стандартам, чтобы Европа в нас узнала самое себя. Вот давайте на этом сделаем. Неубедительно. Неубедительно. Тогда Роману предоставим слово. Вот сегодня... Настоящий украинец. Да, с праздником ваш президент поехал на встречу с Оландом и с Меркель. Как вы считаете, это так рифмуется с днем независимости? Может, стоило завтра поехать? Ну, почему бы и нет. Так было всегда в моем сознательной жизни. И когда кто-то говорит о том, что надо было нам в 91-м году куда-то идти, не в ту сторону, куда мы пошли, мне, извините, кажется, нет сослагательного наклонения. Выросло миллион, родилось и выросло миллион людей. Для нас это данность, это наша страна. Других вариантов быть не может. Да, но для меня-то не так. Спросили не вас, а меня. Нет, спросили нас, всех спросили. Конечно, конечно, только я хочу сказать, что для меня, для человека, который прожил большую часть жизни в Советском Союзе, все выглядит не так, как для вас, прожившего большую часть своей жизни в независимости Украины. Просто я хотел вам сказать, вот вы говорили о том, что вот надо было нам вместе куда-то идти. Но вы знаете, по принципу Европейского Союза, но вот Игорь Борисович говорил о том, что Евросоюз – это вопрос ценностный и все остальное. Но на самом деле не так. Это в первую очередь экономический союз. Это союз уголь. В первую очередь это создавалось как союз угля и стали. Угля и стали, да. И зона свободной торговли. Вот вы же тогда занимались этим? Тогда объясните мне, как гражданину Украины. В 93-м году был подписан первое соглашение в рамках СНГ о зоне свободной торговли. Вам известно, что именно тогда Российская Федерация не ратифицировала это соглашение? И оно было уже подписано и ратифицировано вот уже сейчас, последних три года назад, когда, ну, немножко больше, но не так давно. Давайте возьмем паузу. Поэтому, когда возникают вопросы, вы всегда, знаете, мы вроде за то, но вот когда касается копнуть глубоко, то возникают вопросы. Вот есть маленькие нюансы. Ваша деятельность, я говорю, не ваш лично, а Российской Федерации. А почему не мои лично? Ну, я думаю, вы за все сферы, наверное, отвечать не можете. Дело в том, что у меня же была своя позиция. Когда я говорю о позиции необходимости интеграции, то, наверное, я критически отношусь и к политике своего государства российского и не несу ответственность за ту политику, которая реализует. С экономической точки зрения, вся политика Российской Федерации была направлена на то, чтобы оттолкнуть экономически Украину. Вы это сделали. Сейчас не надо нам там рассказывать. Вы это относите ко мне с Игорем. Нет, я говорю вот абстрактно. Да, поэтому не надо говорить, вы это сделали. Давайте мы будем на личности в данном случае. Это абсолютно не личность. Но я же не могу это назвать. Вообще, я вообще не понимаю, что началась прямая трансляция вот эта из Киева. А мы посмотрим, как с утра отмечали День независимости в Киеве и Донецке. Это репортаж наших коллег из агентства «Рейтер». Следующий год Украина должна пройти как по хрупкому льду, поскольку даже небольшой неосторожный шаг может стать роковым. Об этом заявил президент Петр Порошенко, выступая в Киеве, где в понедельник отмечают главный национальный праздник. 24 августа 1991 года Верховный Совет Украинской ССР принял акт о независимости страны. Президент Украины вновь обвинил Россию в подготовке вторжения на восток. По его подсчётам, в Донбассе находятся 9 тысяч кадровых российских военных. А за неделю границы Украины пересекли три колонны техники. Москва неоднократно отрицала отправку своих военных и вооружения в зону конфликта. Порошенко в своей речи при этом подчеркнул – альтернативы мирному урегулированию для Киева нет. Но в Донецке этим словам многие не верят. Жители самопровозглашённой Донецкой республики со дня на день ждут нападения украинских военных. Несколько десятков человек собрались в центре города в знак поддержки пришедших к власти в прошлом году сепаратистов. Просто мне очень жаль своих украинцев, потому что они многого не понимают, многое к ним не доходит. И я думаю, поэтому у них просто искривлено воображение о нас. А это самое страшное, когда неправда. Она всегда когда-нибудь всплывёт, это понятно. В понедельник президент Украины встречается с лидерами Франции и Германии. Представитель самопровозглашённой Донецкой республики Денис Пушилин заявил, он надеется, что Меркель и Аланту говорят Порошенко вернуться к мирному формату. В противном случае, предупредил Пушилин, Донбасс ждут новые разрушения и жертвы, а Украину новые котлы. Игорь Борисович, вы считаете какой-нибудь ценностью эти минские соглашения? Ну, я согласен с Порошенко, ему виднее. Он сказал, что они позволили выиграть время, они позволили Украине набрать силы, усилить свою армию. Я вообще с интересом так смотрю, что происходит, если говорить о чисто военном аспекте, потому что сейчас украинская армия, конечно, уже сильна, хотя даже выступление на параде, он так сказал, что она далека от совершенства. Но она становится всё крепче и крепче. Пройдёт год-полтора, она будет крепче российской, и что будет дальше тогда, к чему это приведёт? У нас на прямой связи из Киева депутат Верховной Рады 7-го созыва Александр Бригинец. Добрый вечер, Александр Михайлович. Добрый вечер. Да, вас с праздником. Скажите, пожалуйста, как вы оцениваете 24 года независимости своей страны, что эти годы принесли гражданам Украины? Ну, я согласен с предыдущим выступающим. К сожалению, не всех узнаю по голосам о том, что, наверное, сравнивать жизнь многих людей до развала Советского Союза и после него во многих случаях просто некорректно. Например, если у вас родился ребёнок, то бессмысленно его спрашивать, что было бы, если бы он не родился. В данном случае Украина встала на демократический путь, она много раз с него забивалась. Но давайте говорить прямо, Россия тоже в 91-м избрала демократический путь и значительно больше сбилась. И поэтому мы когда-то в 91-м году во многом даже завидовали москвичам, которые смогли встать против ГЧП. решительно, смело пошли на танки. И во что превратилась Россия сегодня, вот это как бы ужасно для нас всех. Мне кажется, когда я говорю с многими русскими о том, что если бы сегодня у вас повторилось, у нас всех тогда, то уже некому даже было бы выйти для того, чтобы противостоять Унте. Да, давайте тогда посмотрим вместе с вами, Александр, репортаж от посольства Украины в Москве, как москвичи поздравляли соседей. Это корреспондент наш Иван Воронин снимал. Я витаю Украину. Ровно год назад эти слова привели всех нас в отделение полиции. Мы были задержаны. Без объяснения причем. Сегодня мы повторяем поздравления Украине. Сегодня мы поздравляем Украину с тем, что она не сдалась. Украина борется. Украина сражается. Украина сражается и с наследием Януковича. Украина сражается и на фронте. С Днем Незалежности Украина! Мы подерживаем народную военную и агенция, что военная агрессия будет остановлена. Слава Украине! Украина за последние два года – это самая большая боль для нас, для всех, потому что происходит, на мой взгляд, ад. И сегодня пришли просто поздравить украинцев Украину с Днем Независимости. В России, к сожалению, приходят процессы, абсолютно противоположные тем процессам, которые происходят в Украине. И это, на самом деле, очень страшно. Закрывают школы, закрывают больницы, сокращают число врачей, медсестер, учителей, закрывают культурные центры, сажают ученых, при этом с завидной чистотой падают ракеты наши, и все ищут связь. А сейчас дошли до того, что и продукты стараются похоронить. Это несмотря на то, что в стране столько много людей, недостаточно хорошо питается. 20 миллионов за чертой бедности. Мы пришли поздравить украинцев с тем, что они смогли справиться с своей нервностью. Они справились с теми людьми, которые пытались у них устроить то, что происходит у нас сейчас. Пожелать удачи, счастья, сил и неповторения наших ошибок. Я летаю в Украину. Мир и таблиц. Уважаю в шесту. Я хочу очень пожелать России в День независимости Украины освободиться от этого дикого порочного страха, который одерживает думающих, разумных людей уже очень-очень много лет. Я хочу пожелать России свободы. Настоящей свободы. Да, спасибо Ивану Воронину. Вячеслав Владимирович, как вам кажется? Вот тут, может быть, только одна точка зрения была представлена, но она убедительно прозвучала? Ну, для меня нет, конечно. Нет, потому что процессы, которые происходят на Украине, сейчас, на мой взгляд, весьма печальны. И я, конечно, очень переживаю за свою родину. Очень переживаю за свою родину, опасаюсь худшего развития событий. Но молюсь, молюсь за то, чтобы все было хорошо. Я думаю, что война, ухудшение, возврат к войну. Вот мой коллега, Игорь, да, он радуется, что армия стала сильнее, что уж мы выиграли время. И сейчас, как долбанем их... Не, 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 это же предвозвращает войну. Нет, мы радуемся, что у нас атомные бомбы не потому, что мы ее хотим применить, а потому, что нас не тронет. Вот, значит, проблема заключается только в одном. Вот мы говорили до репортажей о Минских соглашениях. Я считаю, что альтернативы Минским соглашениям нет. То есть и буква, и дух Минских соглашений должны быть реализованы. Только реализация этих соглашений даст надежду на мир в Украине. А остальные, конечно, новая кровь, новая война и так далее. И упорное нежелание реализовывать Минские соглашения, избрание тактики, ведем переговоры, которые не дают результата, а в это время усиливаем армию и выигрываем время, эта тактика, на мой взгляд, порочна. А вас не удивляет, что вы сейчас гражданин России, и президент России, и вся политическая верхушка уже последние годы заявляют о том, что мы, как Российская Федерация, должны срочно обновить вооруженные силы, купить новых самолетов, танков. Для чего это делается? Вы нам, украинцам, говорите, что вы укрепляете вооруженные силы, значит, вы собираетесь воевать. А вы для чего это делаете? Может быть, для того, чтобы граждан Украины убивать? Чем вы сейчас занимаетесь? Вооруженные силы Российской Федерации. Поэтому не надо граждан Украины учить, как тут я иногда слушаю по российским каналам, нам рассказывают, что якобы мы деньги не туда тратим, вместо того, чтобы на пенсии потратить, или еще на вооруженные силы. Ну, первое, во-первых, это не российское дело, это первое. А во-вторых, вы тут говорите, так интересно, то есть, я понимаю, что чем слабее Украина физически, тем ее легче будет как-то сломить военным путем. Тут, вы тут, я так понимаю, Дениса Пушилина, чуть ли не адвокатом становитесь. Может, вы еще нам скажете про новые котлы, чем грозят Украины. Вопрос просто, кто это будет делать? Кто это будет делать? Понятно. Я хочу сказать, кто нам угрожает военной агрессии? Кто? ДНР, ЛНР, кто это такие? Давайте, давайте, я вам отвечу следующим образом. Такая нервозность в разговоре, понятно, но неправильно, когда мы обсуждаем вещи сложные. Это во-первых. Во-вторых, наверное, вы ни разу не слышали, чтобы я был адвокатом российской политики на Украине. Вот, я думаю, что ни один человек. Сейчас ты выступаешь как адвокат? Нет, потому что для вас, для вас есть только одна точка зрения. Украина forever. Украина в том виде, в каком она есть. Это хорошо, это классно, мы движемся вперед. А я так же критически отношусь к тому, что происходит на Украине, как и к тому, что происходит в России. Уже я сейчас закончу. Украина в том, что происходит на Украине. Нет, конечно, для тебя, Игорь, если я не поддерживаю целиком Украину, значит, я целиком поддерживаю Путина. На какой вопрос? На какой вопрос? Я не ответил. Что тебе не нравится в Украине? Война развязана Россией. Это я совсем. Война развязана Украиной. В сене Европе и всему миру. Это позор для России. Нет, нет, нет. Позор. Война развязана исключительно Украиной. Это гражданская война. А что для вас будет критерием, чтобы вы перестали говорить, что это гражданская война? А нет критерием. То есть вы ждете, когда президент России Путин, как он в Крыму сказал, что да, это никакие не зеленые человечки, это никакая не черная кошка, это наши вооруженные силы, это наш спецназ. И после этого все граждане России начали вот так вот аплодировать и говорить, что слава российской армии. Что для вас, вот что будет для вас критерием, что это не гражданская война? Что? Когда она перестанет быть гражданской войной? Что за бред? Когда она закончится? Что за бред? Вы ждете признания президента России? Возможно, вы его дождетесь, возможно, нет. Я, наверное, принято. Но от этого количество граждан Украины, которые погибают от пули российских оккупантов, использую именно это слово, потому что оно самое точное, оно не мешает. Я могу сказать, что я в прошлом году на сайте Эхо Москва опубликовал список 688 человек, которые погибли на стороне Лугандонии, там значительная часть российских офицеров, российских военных, граждан России. Там есть несколько иностранцев, в основном это наши. Это что? Мы знаем, что иностранцы. Руководители Донецка, они что, граждане России или граждане Украины? Они же все россияне. Назначаются игру. О чем вы говорите? Кому вы рассказываете? Смешно просто. Игорь. Игорь. О чем? Конечно. Это война организована, Россия. Это позор. То есть ты хочешь сказать... Позор. Надо говорить правду, а не заниматься домогогией. Я говорю исключительно правду. Нет, это ловаль. Нет, ну тогда о чем же говорите? Не о чем говорить. Не о чем. Ну что ж, тогда прекратим. Давайте он адаптировал до нашего уровня просто своего позиции, я так понял, да, вас? Что вы ее чуть-чуть скорректировали. Нет позиции. Нет, вопрос заключается в том, что моя позиция сводится к тому, что мы должны обсуждать проблему. Их позиция сводится к тому, что не о чем разговаривать. Ничего подобного. Раз, другая точка зрения, начнет... Вы здесь неправы. Главное определиться с теми понятиями дискуссии. Послушайте, и это главная проблема Украины. На Украине какая-то часть людей, как одна, так другая, не желает никого слушать. Могут разговаривать только через прицел. Дадим слово Александру Бригинцу. Российские оккупанты на нашей земле, вы нам рассказываете, что их нет. Это ключевой вопрос, надо это выяснить. Кстати, завтра будет 47 лет, как вышли 7 диссидентов на Красную площадь. Наши танки на чужой земле, помните, вот они протестовали, спасли... Я был в 8-й в Одессе как раз. Да, спасли честь. Подожди, подожди, ты не был в 8-й в Одессе, потому что 7 были в Москве. Я знаю, что ты был в Одессе, ты рассказывал про флаг. В тот же день в Одессе, правда не в 24-й, а в 21-й, я выходил. Я в субы прошел. Вот давайте Александр Бригинец. Александр, как вы считаете, вот есть какое-то зерно? Я хотел бы сказать господину Вячеславу, наверное, заявление Путина по поводу зеленых человечков, то, что было в Крыму уже видел, не один раз, а вот по поводу того, что происходит на Донбассе, он как гражданин Украины бывший, или как бы житель, ну как бы... Уразенец, да. Не, наверное, мог бы съездить туда и посмотреть. Так я вам скажу так, я человек, который постоянно пребываю на Донбассе, могу вам сказать, что армия так называемой ДНР и ЛНР состоит примерно на 20% из местного населения, примерно на 20% из регулярных частей русской армии и примерно на оставшиеся 60% из добровольцев, приезжих, из которых 80%, 90% это граждане России. Так что, если вы туда приедете, вам легко будет узнать граждан России просто и доступно. Поэтому давайте не тратьте время на дискуссии. Я читал много ваших статей и знаю, что вы кое-что в этом понимаете и достаточно честны бываете иногда. Поедьте туда, посмотрите и потом прийдите в студию и расскажете, что вы видели, если сможете. А вы, Игорь Борисович, давно были на Украине? Я, к сожалению, был в прошлом году, несколько раз в этом году, я не успел съездить. Но я каждый день читаю украинские сайты. Да, вы сказали, что сегодня обстреляли. Да, дело в том, что сегодня из ДНР и ЛНР был обстрел и Порошенко сказал о том, что один ребенок погиб и трое детей ранены. Вот подарок от ДНР и ЛНР. Если можно, там как бы справедливости ради, когда идет такой конфликт, от выстрелов и той, и другой стороны погибают мирное население, от этого никто никуда не деться. И, наверное, неправильно говорить о том, что там, когда стреляют из таких систем залпового огня и так далее, она не страдает мирное население. Но дело в том, что по нашему, просто самое главное, это все-таки причина. Вот, Вячеслав, вы хоть объясните, почему-то по вашему причину русских там, как вы говорите, нет, у нас гражданская война. Объясните мне, почему-то, условно говоря, в русскоязычном городе Харькове все хорошо с русскими или в русскоязычном городе Киеве все хорошо. А почему именно там, где территория не контролируется Украина, там гибнут люди? Объясните, по-жимому. Во-первых, я просил бы не передергивать. Я ни разу здесь не сказал, что русских там нет. Это вы мне предписываете эту позицию. А как же может быть гражданская война с русскими военными? Ну, запросто. А что же это за гражданская война? У нас в Чесне, в Абхазии была война, где было куча украинцев. В Испании была гражданская война. Там было куча французов, англичан и русских. И американцев, и русских. И в гражданских войнах, хоть Франция, хоть Россия. Обратите внимание, в России во время гражданской войны были и Чехии, и Венгрии, и Китайцы. В нашей гражданской войне 90%, 100% финансовых ресурсов Российской Федерации и 80% человеческих ресурсов Российской Федерации. А война у нас гражданская. Это ваша оценка. Это ваша оценка. Это не только мы. Вот у нас в Грозиске его звонили. Ну да, конечно, вся та сторона, то и только оценка. Нет, ну гражданская, но подпитываемая из-за рубежа. Можете так сказать? Подпитываемая, безусловно. У нас же тоже была гражданская война. Вне всяких сомнений подпитываемая. Но Антанта помогала. Вот, это первая вещь. А во-вторых, я вам... Подождите, ну как если основную тяжесть войны несут российские вооруженные силы, а вы нам рассказываете о гражданской войне? Давно ли вот Игорь был на Украине? Тоже был, к сожалению, только в прошлом году. В этом я не смог поехать, хотя собирался. Но я был в Одессе. Я не видел там российской армии. Но я знаю убитых. Убивали там, где я в детстве играл в казака-разбойника. Прямо там. Вы говорите о втором мае. О втором мае. Да, о втором мае. Что касается Донецка... Это невозможно побывать сюда. Я одну фразу только скажу. Вот у нас говорят, что пуч, пуч, в Украине пуч. Захват и так далее. Я был наблюдателем на выборах. Я видел, как проходили эти выборы. Это абсолютно демократические выборы европейского формата. Но я не могу быть всюду, понимаете? Не могу сидеть в Донецке. Тогда я Любович выиграл, да? Конечно. И вы мне рассказываете о российской армии. А я вот, например, являюсь основателем, например, правозащитного центра «Мемориал», который регулярно посылает туда людей. Они российских войск там не видели. Никто. Они ездят туда регулярно. Постоянно они присутствуют там. Не видели. Я вам могу сказать... А что, опять же... Во-первых, они видели, во-вторых, войска там скрыты. Их так не увидишь. А что должно быть? Они должны сказать, я сержант Иванов из такой-то бригады, там, такой-такой-то. Ну, объясните. Ну, вот уже трое российских военнослужащих сидят в Киеве. Как уже поймали, да. Их покажут по Украине регулярно. Сидят, да. Тут только русские, которые своих не бросают, почему-то о них забыли. Ну, это как бы другая история. Объясните. Целый капитан спецназа из города Тольятти, он говорит, я российский военнослужащий, я бы понял приказ верховного оклокомандующего. Послушайте меня внимательно. Мы только что говорили о гражданской войне в Испании. Да при чем тут Испания? Ну, при чем тут Испания? Ну, если бы была Испания, то есть не на русском. Вы хотите мне дать закончить? Смешно просто. Да. Это спор неинтересен, потому что всем ясно, всем известно. Можно говорить, что снег черный. Да, ну, ну, говорите. Я в таком споре участвовать не буду. Да, Игорь, вот именно поэтому на Украине ничего не получается. Потому что на Украине люди придерживаются таких позиций. Друг другу не дают сказать. Не хотят услышать друг друга. Нет, дайте, Александр, вы не отсюда дадим слово. Это не предмет дискуссии. Александр, вы считаете, что доказанный факт, что регулярная российская армия участвует? Я слушаю. Да, участвует. Я могу уверен в том, что это на самом деле у России ничего не получается. Во всяком случае, мы пробуем строить демократическое государство. У нас люди встали на защиту своей страны. Мы не нападаем на других стран, на другие страны. Мы не финансируем и не поддерживаем никакие антинародные движения в другом мире. В этом смысле у нас все получается. Да, у нас нет столько нефти и газа, как у вас. Но у вас тоже перестает все получаться. Потому что если из вашей экономики вынуть нефть и газ, ничего не остается. Поэтому давайте не говорить о том, что у вас что-то получается. Никаких признаков того, что у вас... Нет, мы про нас не говорили. Вот в этом, видите, в этом вся квинтэссенция. Мы говорим о некой теме, а не в... Садурак! Ну нет, он не так сказал. Нет, ну смысл. Тут самое невозможно. Я согласен в том, что у нас не получается спора. Потому что доказывать, что дважды два девять, а не четыре, я в таком споре не участвую. Это известно всего... Я на самом деле с Вячеславом тоже, я с вами тоже согласен. Я вот как гражданин Украины, меня абсолютно не все устраивает в моей стране. Абсолютно. Я тоже, я даже с вами согласен, у нас далеко не все не получается. У нас там, не знаю, там внутренние вот эти проблемы, отсутствие там сбалансированных систем власти, коррупция, эти корруппированные судьи и все остальное. Это я с этим... Если мы говорим об этом, я с вами тоже согласен, что у нас ничего не получается. Но самое главное, вот в данном контексте, вы меня простите, конечно, но граждан Украины приехали убивать русские военные, граждане России. Для меня это ключевой момент, как бы. Это единственная вещь, о которой вы можете говорить. Нет, слушайте, я военно обязан, меня завтра в армию призовут, может быть, ваши граждане со мной же могут что-то сделать, понимаете? Я понимаю. Я должен вам сказать, что я не военно обязанный, поэтому могу говорить об очень широком круге проблем. Игорь, давайте разделим просто войну составляющую на две наши проблемы. Хотите о внутренних проблемах Украины поговорить? Это не вопрос. Для всех остальных это война России с Украиной. Ну, раз мы враги, почему мы тогда им газ продаем? Вот как вы считаете? Сталин же с Гитлером не торговали? Ну, потому что это гибридная война. Почему Сталин с Гитлером, Сталин с Японией торговал? Вы знаете, что половина древесины во время Великой Отечественной Японии получала из России, а значительную часть каучука Советский Союз получал из Японии. В то же время Советский Союз поддерживал Соединенными Штатами, с которыми воевала Япония. Это ничего не отрицает и ничего не доказывает. А то, что там наши военные, то, что там наша техника, то, что там наше оружие, которое со спутников и наблюдателями, и АБСЕ, и всеми, кем только можно, зафиксировано, это вещи очевидные. И спорить об этом, это просто абсурдно. Абсурдно, я не буду спорить на такую тему. Да, Вячеслав, вот у меня есть товарищ оператор Александр Ломатин, у него сын вырос, тоже оператор, и он поехал в Астрахани, снимал там, как похоронили двух офицеров. Его избили на кладбище, его избили, отобрали пленку, он лечился полгода в больнице в английском, работал на ГБС. А война гражданская? А война гражданская, да. А офицеров хоронят в Астрахани. Ну, такова такая война. Да, таковая война. Ну, о чем спорить? Ну, да. Я думаю, что слушатели раздевают. А испанская гражданская война? Ну, если вы хотите, давайте о Испании поговорим. Ради бога. Александр Михайлович, да, мы поговорили, что война не совсем гражданская. Как, по-вашему, Минские соглашения требуют какого-то, может быть, развития, усовершенствования? О чем сейчас будут договариваться ваш президент и Меркель с Я абсолютно согласен с Романом о том, что Минские соглашения возникли в тот момент, когда была очень сумасшедшая эскалация ситуации. Вы помните, в середине сентября этого августа, ну, подавляющую практически всю территорию Украины, контролировали украинские войска, и тогда мы боролись в основном с наемниками и, так сказать, не подразделениями российскими, а с инструкторами, наемниками и так далее. Это была более легкая война. И когда появились регулярные российские войска, ну, скажем прямо, украинская армия не готова была к противостоянию такой армии, и поэтому возникло Минское соглашение. Напомню вам, что оно возникло не так просто, и мало кто из вас на это обращает внимание, но напомню, что во время Минского соглашения, которое происходило в одной части Европы, параллельно происходил саммит НАТО в Шотландии. Я абсолютно уверен, что если бы Минское соглашение не было подписано в Минске, было бы принято определенное решение Шотландии в НАТО. И поэтому был достигнут какой-то компромисс, который в тот момент устраивал многих. Через некоторое время Путин понял, что этот компромисс его не устраивает. И он начал активно нарушать Минское соглашение, ломать их через колено. И так возникло второе Минское соглашение. Сегодня мы видим ту же самую историю. Сегодня Путин понимает, что реализовать Минское соглашение так, как он хотел, как он закладывал в это, не по тому тексту, который там есть, а по тому духу, который он себе придумал, у него не получается. Поэтому, конечно, если Путин захочет сломать Минское соглашение, то, наверное, ему это удастся. Потому что я когда смотрю сегодня на падение рубля и на цены нефти, многие радуются. А я-то понимаю, что теперь Путину как никогда надо внешние проблемы создавать вокруг России, для того, чтобы отвлечь народ от внутренних проблем. И, конечно, вот эта опасность сегодня существует, что в связи с падением и рубля, и цен на нефть, и так далее, Путин использует Минские соглашения для того, чтобы сломать и снова провести какую-то серьезную боевую операцию или какой-нибудь прорыв где-нибудь сделать, для того, чтобы пошуметь в ваших медиа. Но на самом деле, если уже уходить далеко, то так или иначе, я уверен, что примерно Минские соглашения плюс-минус, они все-таки будут реализованы. Роман, вот как вы считаете, рафли, Александр? Я не разделяю оптимизм, Александр. На самом-то деле, такое впечатление, что это соглашение будет, как, знаете, фиксация новой границы, которую, естественно, никто не признает. Ну, я говорю о событиях де-факто. Ну, как-то так сложилось в Российской Федерации, что территорию, которую она завоевывает, она не знает, правда, что с ней делать, как бы, но ее держат. Вот, поэтому, что, бедные, мне просто очень жалко, что граждан Украины, которых не смогла спасти моя страна, которые остались на Украине, которые остались под оккупацией Российской Федерации, которые на самом-то деле ничего хорошего не ждут. Да, многие там обмануты, многие действительно в это верят. Я с Вячеславом даже соглашусь во многом, как бы, что настроения там разные. Но факт остается фактом, что в современном мире непризнанная территория, она обречена на просто на медленное удышение и деградацию. Потому что то, что производит, производилось там, на этой части Донбасса, это в первую очередь продукция металлургии, трудная продукция. Она и так конкурировала с Российской Федерацией на мировом рынке с большим трудом, потому что этот рынок очень конкурентный. А сейчас получается, что они никуда, кроме на России, это продать в принципе не могут. И что? И в любой момент какая-то лоббийская группа в Москве может сразу сказать, ага, мы это будем покупать не по одному доллару, а по 10 центов. А не хотите, можете там, не знаю, делать. Отключим газ. Отключим газ. И все, как бы. И что в результате? Учебниками будете русскими по истории кормить детей, которые там остались? Все ко мне, как к Путину. Нет, я к Российской Федерации в целом обращаюсь. А почему же вы на меня смотрите, например, не на Игоря? Я на Игоря Борисовича буду смотреть. Получается, что если даже последние гуманитарные конвои даже состоят из учебников российских, возникает вопрос. Вы что хотите сказать, что после этого это признак того, что кто-то хочет отдать эту территорию под контроль Украины? Да ничего подобного. Ничего подобного. Вы все это прекрасно понимаете. Ну, к сожалению... На рубль перешла, по-моему, одна из этих... Ну, там много. На рубль они... Откуда все эти пенсии какие-то, которые выплачиваются? Из государственного бюджета Украины. Вячеслав, вы не знаете об этом? Я знаю, что государственный бюджет Украины не платит... Российской Федерации. А при чем тут Российская Федерация? А вы знаете, что вы туда поставляете? Электричество бесплатно, газ бесплатно поставляете? Нет, насчет бесплатно нет. Но де-факто получается бесплатно. Да, де-факто. Вы счет Украине выставляете? Конечно, естественно. Это же украинская территория или нет? Это Украина или нет? Поспориться со всеми... Такие истории есть в Приднестровье, как бы, да? Де-юре в Приднестровье, а счет 5 миллиардов. Никто платить его не собирается, вы это прекрасно знаете. Две фразы по поводу Донецка и Луганска. Значит, дело в том, что замысел Кремля, он понятен. Он заключается в том, чтобы иметь полный политический контроль над Донецком и Луганском, над ДНР и ЛНР, при этом их подарить Украине, чтобы это был такой троянский конь, который не относится к России. Россия тут ни при чем, хотя управляется из России, а финансируется из Украины. Это абсолютно тупиковый вариант, на который никто никогда не пойдет. Но когда мы говорим о минских соглашениях, надо видеть еще одну сторону дела. Ведь это соглашение между, прежде всего, между Россией и Украиной. Так вот, ситуация в России катастрофическая. У нас системный глубочайший экономический кризис. У нас падает производство каждый месяц на 4,5%. У нас падает рубль. У нас чудовищная ситуация, которая ведет к краху экономическому. И экономисты предсказывают конец 2017 года, 2017, как крах российской экономики. Украина получает всемирную поддержку, европейскую, американскую поддержку, солидарность с Россией в изоляции. Поэтому чаша весов будет меняться. И поэтому, я думаю, что могут быть разные, конечно, сценарии. Кто его знает? Может, сейчас дадут команду, и вот эта гражданская война в составе российских войск перекинется, нападет на территорию Украины. Может быть, разные варианты. Я думаю, что наиболее вероятно, что эта война кончится провалом российской авантюры. Хотя она, конечно, будет очень дорого стоить и русским, и украинцам, и всем нам. Давайте, Александр, дадим слово. Александр Михайлович, как по-вашему, может ли вот такой сценарий, который обрисовал Игорь Борисович, реализоваться? Вам слово. Я считаю, что тот сценарий, который обрисовал Игорь Борисович, он как раз наиболее реалистичен. Почему? Потому что он еще не упомянул один фактор, что в этом всем процессе нет холодного расчета, как, например, было в Приднестровье или там в Абхазии, или в Осетии, на сегодняшний день в этом всем процессе, кроме всего прочего, задействованы амбиции людей, первых людей мира, и того же Обамы, и того же Меркеля, Ланда. И в этой ситуации, когда вы говорите о том, что это соглашение Минское между Украиной и Россией, это не совсем так. Потому что, вспомните, Дебальцево сразу после того, как было подписано в Минске соглашение в присутствии Оланда и Меркель, на следующий день началась атака Дебальцева вопреки этому соглашению. Что Россия получила после этого? Она получила упоминание России как агрессора моментально во всем мире. До этого, до Дебальцево пытались говорить так-сяк про роль России. После этого американцы запустили термин российские террористические войска и они употребляются все время. То есть в данном случае нельзя просто договориться с Америкой или Германией, дать им что-нибудь взамен, для того, чтобы интерес вокруг этого исчез. Потому что, когда Путин доводит свою страну до того, что он не поздравляет Украину с Днем независимости, он не может завтра сказать, что с него дня мы дружим с Украиной, потому что те же подготовленные им люди будут против. Точно так же теперь в Америке и в Германии и так далее. Люди уже все знают об этой войне. Они уже понимают процессы. И даже если бы Меркель завтра вышла и сказала, все, отдаем Донбасс Путину и война закончилась, ее же бы не поняли в самой Германии. Поэтому в данном случае я согласен с вашим предположением, но я хотел бы добавить еще некоторые детали, которые говорят о том, что вероятнее всего давление на Россию будет больше, чем даже себе пессимисты в России догадываются. Вячеслав Владимирович, будет ли давление на Россию? Конечно, безусловно. Когда начнется? Да, оно и сейчас продолжается. И все время существуют определенные заявления. Ждут, ждут. Я думаю, что ждут развития событий на Донбассе. Я думаю, что вот это вот неустойчивое равновесие. Никто не хочет, ну как бы, нарушать. Да ждут, ждут, напряженно ждут. А вдруг что-то получится. Думаю, что не получится. Думаю, что, к сожалению, там трагически будут развиваться события. Но, когда они начнут развиваться трагически, это, конечно, санкции против России усиливаются. В трагическом смысле Россия пойдет наступление. Почему Россия пойдет наступление? Сегодня концентрируются украинские войска, идут обстрелы Донецкой территории. Пожалуйста, со стороны Украины. Почему вы решили, что Россия? И откуда там возьмется Россия? Мы уже поспорили на эту тему. Да, да, да. Тебе и Украина, да. Нет, это... России там нет. И танки не наши, и военные не наши. Все понятно. Кстати, Александр, тогда вот... Россию же из всех форматов выгнали, Александр Михайлович. Как же будут на нее давить? Как вы считаете? Если вас немножко понимают в войне, вы могли бы приехать и посмотреть, как организована защита Украины. Это три линии защиты, три линии. Когда кто-то собирается наступать, почитайте историю. Он никогда не стоит строить три линии защиты. Если вы посмотрите, как организована защита Донбасса, вы увидите, ну, как бы, оккупированная территория, то вы увидите, что там нету нескольких линий защиты. Есть условная одна линия, есть подразделения, которые находятся в глубине, батальонные тактические группы, которые находятся в резерве, для того, чтобы в любой момент броситься в прорыв. То есть любой военный, чуть-чуть, который служил в армии, или чуть-чуть в этом понимает, он увидит, какая сторона готовится к нападению, а которая готовится к защите. И можно обмануть читателя, и можно обмануть политолога или историка, который не видел всего этого. Но экспертов в области военной деятельности вы никогда не обманите. Поэтому я еще раз призываю господина Вячеслава поехать и посмотреть. Просто это никакого большого труда для вас не будет. Ну, немножко... Если вы увидите, что за один день убивают одного человека, то вы понимаете, что вероятнее всего это будете не вы. Поэтому я советую вам поехать и посмотреть, как это все происходит, когда вы не будете говорить откровенно неправдивых данных, которые распространяют ваши средства массовой информации. О, я, значит, уже обладаю своими средствами массовой информации. Это здорово. Нет, ну вы же транслируете мысли российского федерального канала. Никакого российского канала не смотрю. Ни одного... Нет, РБК. Редко-редко. РБК смотрю. Больше никакого канала российского не смотрю. Я смотрю российское федеральное телевидение. Я смотрю Велоньюз иногда. Я могу вам сказать, что вы транслируете как раз именно то, что вы боитесь. Хорошо. Прежде всего я транслирую свою точку зрения. Ночью, что новый телевизионный сезон, как вы думаете, усилится ли информационная война? Я думаю, что информационная война на пределе. Причем, если вы включаете новости, я не знаю, смотрите, вы не смотрите, по любому нашему каналу, они начинаются с грязи в адрес Украины и заканчиваются грязью в адрес Украины. Сплошное передергивание фактов, сплошная домогогия, сплошная ложь. То есть для меня это показатель того, что ситуация в Украине улучшается, ситуация в России ухудшается, проект Новороссия лопнул полностью. А сейчас уже немало информации о том, что в Кремле готовы отдать и ЛНР, и ДНР, но не готовы отдать Крым. И по этому поводу происходит торг. Что будет завтра, не знаю. Но вообще у нас, к сожалению, только две системы работают эффективно. У нас бесконечно печатаются деньги, чудовищная инфляция, и очень сильно работает пропаганда. Вот сейчас уже сжигают книги. Но это просто неслыханно. Это неслыханно уничтожает книги в библиотеках. Это публично сказано. Это что, это фашизм? Это постсовковый фашизм? Это чудеса, это чудовищно. Вот пришли первые сообщения из Берлина, на встрече Петра Порошенко с Ангелой Меркель и президентом Оландом. Вот он сказал, Россия и поддерживаемые ее боевики являются единственной угрозой мирному процессу. Это он пошутил. Вот Вячик лучше знать, чем президент Украины. Ну, конечно. Я думаю, что оппозиция, которую занимает Порошенко, является большой угрозой для мира на Украине. Но весь мир думает иначе. Нет. И в изоляции абсолютно Россия, а с Украиной солидария весь мир ее поддерживает. Кроме Южной Осетии, конечно. Которые представляют выборы фейковые, автористических ДНР и ЛНР. Вот это вот то, что, к сожалению, я вам сказал, что это все говорит о том, что Россия не собирается отдавать эти территории. То есть, ну вот они, не знаю, сейчас же тут разные такие есть. Говорят, если Украина не будет выполнять Минские соглашения по кремлевским лекалам, тогда у нас руки развязаны и мы там проведем новый референдум о включении этих регионов в состав России. Или еще что-то типа такое. Ну, как бы... Можешь в Крыму новый референдум провести. Да, такие элементы... В России выборы провести в усидительные собрания. Такие элементы давления просто говорят о том, что, опять же, в Минских соглашениях написано, что должны выборы проходить по украинскому законодательству. Здесь эти ребята из Мордора, как сказал наш президент сегодня на Хрещатике, говорят, а нам все равно, мы будем проводить так, как мы хотим. А вы говорите, а Украина угрожает? И мы не выполняем Минские соглашения. Минские соглашения? Ну, что же это такое? Ну, как бы, это просто какой-то паноптикум, если честно. Нет, вы все время стараетесь говорить не о фактах, а навешиваете ерунда. Почему? Ну, паноптикум, лугандония и так далее. Это слово вы сказали, я это слово не употреблял. Я никогда не говорю. А я говорю. Вот. Так вот, я хотел бы вам сказать. Безусловно, Минские соглашения предусматривают, как один из главных, я бы сказал, ключевой элемент урегулирования, это выборы на Донбассе. По законодательству Украины. Не забывайте, пожалуйста, там добавлять. По законодательству, международными законодательствами. Совершенно так. Я согласен двумя руками. Но Украина сказала, что выборов там не будет. Это в Украине. Закон? Это у Украины. Неподобного Украина объявила, что выборов там не будет. Ничего подобного. Это просто фальсификация не будет. Почему? Почитайте. Это лидеры ДНР и ЛНР заявили, что они будут проводить так, как они считают нужным. Постольку, постольку. И, собственно, референды... Вот это, как то, что вы говорите, навязано в задании ярлыков. Вы на коже скажете, что не будет. Ну, это же не так. Как? Есть закон. Принятый парламентом, что не будет выборов. Собеседник в Киеве. Александр Михайлович, будут ли выборы когда-нибудь в ДНР и ЛНР? В Минских соглашениях написано, что выборы должны пройти по украинскому законодательству. Смей напомнить присутствующим гражданам России, что украинское законодательство не предусматривает проведение выборов при отсутствии свободы слова, при открытии границ, при присутствии иностранных войск и так далее. Конечно же, вывод иностранных войск и закрытие границ тоже предусмотрены Минскими соглашениями. И поэтому, конечно же, как только иностранные войска, которые предусмотрены, их предусмотрено Минскими соглашениями вывести, и границы будут закрыты, безусловно, начнет действовать украинское законодательство. И, безусловно, выборы пройдут при наблюдении всеми, кто захочет это сделать, в том числе и присутствующими в студии, в том числе и ПФЕ, в том числе и Евросоюз, и СНГ, и всех, кто хотите приезжать. То есть, конечно, выборы будут, но для этого надо, чтобы выполнялись Минские соглашения. Вот, Минские соглашения как раз предусматривают обратный порядок действий. Сначала выборы, а потом закрытие границ. Нет, это не выборы, а от Чуров. Конечно, конечно. А как я не могу там пройти, в ДНР, если там все под контролем наших... Давайте, пусть приходят международные наблюдатели. Это же абсурд. Пусть приходят международные наблюдатели. Уберите ДНР, уберите войска. А выборы по украинскому законодательству предполагают участие всех политических партий Украины? Которых нет там. А не только тех, которых создали в Кремле? Да, ну это... Филиалы Единой России. Насчет филиалов Единой России мне трудно говорить, но... А, зря. Да, да, но партии там местные, они действительно действуют, функционируют местные. Давайте вспомним о судьбе политических заключенных Сенцова и Савченко. Как вы считаете, Григорьевич, надо ли их обменять или, может быть, как-то иначе вырвать из лап российского суда? Ну, я думаю, приемлемо любое решение, кроме их наказания и отсидки, так сказать, на 15, 20, 27 лет, как сейчас предлагается. Это чудовищно, потому что абсолютно очевидно, что Савченко не виноват и представлены документы. Так же, как не виноват Сенцов. Но у нас же нет правосудия. Вот это опять иллюзия, правосудие. Да какое нужно, если надо бы доказать, что это японские шпионы, наш суд элементарно в 10 минут... Я проходил через суд наш, я знаю, что это такое. Тут разница в том, что они уже не признаются, как в 1937 году признавались посудимые. Да нет, это не признается или нет. За клеймата найдут нужных свидетелей. Все японские шпионы. Рыли тоннели под Ла-Манши. Все ясно. От Бомбея до Лондона, да. Поэтому у нас нет права, у нас неправовое государство. О чем мы говорим? Если она... Это же сто раз повторено, что Савченко находилась уже... Уже была задержана. Когда убили... За час до того, как погибли наши журналисты. Как она могла? Если только ей ДНР помогал наводить... Стрелять. Ну, как это могло быть? Спасибо всем за участие в нашем прямом эфире. Напомню, что на волнах радио «Свобода» звучала программа «Грани времени». На микрофон работал Владимир Карамурзов-старший. Идактор программы Андрей Трухан. Продюсеры Елена Колупаева и Дмитрий Налитов. И Дмитрий Чупай-старший. Дмитрий Чупай-старший.